Все, мы начинаем. Так, значит, вводную по курсу я дал. Теперь что я хочу сказать. На GitHub дана ссылка. Находятся все лекции. То есть, ну сейчас вот первая лекция у нас, то есть там первая лекция. Потом по ходу нашего курса перед каждой новой лекцией я буду туда выкладывать новые лекции. Вы, соответственно, у себя можете их открывать на ноутбуке, потому что доска не всем видна. А на своем ноутбуке вам будет довольно комфортно. Ну и плюс эти лекции никуда удаляться не будут. То есть вы потом можете ими свободно пользоваться. Вот, соответственно, ссылка. Там вы все найдете. Там файлы с расширением MD. Прям кликайте на них. GitHub их показывает. Этот формат называется Markdown. Такой простой язык разметки текста. Вот, далее. По литературе интересуются, что я рекомендую почитать по языку C++. В общем, сам я на C++ начал писать довольно давно. То есть это больше 15, наверное, лет назад. Поэтому те книги, которые я прочел тогда, когда еще не знал языка, и они мне понравились, они с того времени несколько устарели. Из того, что сейчас, какие для новичков книги по C++, я, честно говоря, не знаю. Ну, в силу того, что мне уже не особо интересно их читать, я их не читаю. Вот. Но могу смело рекомендовать вот эту вот книгу. Это Брюс Экель. Философия C++. Она довольно старенькая. Там объем языка C++ стандарта 2003 года, но она довольно хорошая. То есть там прям начинается с простых вещей и углубляется, углубляется, углубляются. И, в общем, довольно подробно рассматриваются все вещи. То есть все равно могу рекомендовать эту книгу, потому что она даст довольно глубокое понимание языка. Потом вы уже можете прочитать свежие книги, где уже будет отдельно рассмотрено, что нового в стандарте 2011 года, 2014. Вот. Но вот как первую книгу могу рекомендовать. Далее. Продвинутый уровень. Я не знаю среднего уровня по C++ книжек, потому что там как-то сразу скачок. Вот есть книжки для новичков, где там вот все описаны, базовые какие-то конструкции, там циклы фор, вайл и так далее. И потом раз уже рассматриваются какие-то совсем тонкости. Но вот это Скотт Мэйерс. Его можно, в принципе, читать все книги подряд, которые вы найдете. Читайте смело. Все отличные. Стивен Дюхерс очень хорошая книжка. Священные знания. Ну там, конечно, нет священных знаний, просто хорошая книжка по C++. И Герб Саттер. Тоже аналогично Мэйерсу. Можно читать все подряд. Что я могу сказать про себя, когда я изучал язык C++? Я просто читал все подряд по C++. Сначала у меня откладывалось очень мало. То есть, может быть, там процентов 80, может 90 проходило мимо. Но в какой-то момент просто количество начинает переходить в качество. Поэтому, если вот интересно, читайте, 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 и все, в общем. Из таких свежих книг, относительно свежих, которые я читал и могу порекомендовать, это опять вот названного Скотта Мэйерса, эффективный и современный C++. Там уже рассматривается, что нового в 11-м и в 14-м стандарте. Книга, в общем, хорошая. И про параллельное программирование, там про многопоточность, тоже очень хорошая книга. Тоже рекомендую, Энтони Вильямс. Так, по литературе вопросов нет. Переходим к лекции. Значит, сразу расскажу про философию своего курса. Я, в общем, фанат эффективности. Ну и плюс у нас не столько времени, чтобы просто все нюансы рассмотреть языка. Это очень, язык C++ очень сложный, очень большой. И мы просто это не сможем никак физически сделать за один семестр. Поэтому я буду давать то, ну, наверное, процентов 20 я дам знаний о языке, но они используются там в 80% случаев. То есть, даже, наверное, больше. То есть, останутся какие-то тонкости, которые вы уже потом сами, кто заинтересуется, сами уже потом изучите. Вот. Это первое. Плюс, как я говорил, что язык C++ это не тот язык, на котором можно писать, не понимая, как это все работает. Потому что, в принципе, если не понимать, как функционирует современный, ну, как функционирует железо, как работает операционная система и вообще, как устроен язык C++, то на C++ можно писать легко программу, которая будет тормозить. То есть, она реально будет работать медленнее, чем программа, там, на Java или на Python. Такое бывает, да. Поэтому, если вы хотите действительно понимать, писать эффективный код, который утилизирует процессор, пользуется эффективно всеми ресурсами, то, в общем, мы будем опускаться на низкий уровень и фундаментально, в общем, какие-то вещи разбирать. Сегодня, в общем, первую лекцию я сразу хочу начать с вопроса, как из исходного кода получается программа на C++. Называется она припроцессор-компилятор-компоновщик. Почему? Вот этот вот процесс, когда мы берем исходный код, исходный код — это, как вы знаете, простой текстовый файл, и делаем из него уже какую-то программу, которая может выполниться на компьютере, этот процесс называется сборка, и он состоит из трех стадий. Это обработка припроцессором, это компиляция, и это компоновка. Компоновка еще называется, значит, по-английски это называется припроцессинг, компилейшн и линкен. Соответственно, компоновщик линкер называется, компилятор-компайлер, ну, припроцессор, припроцессор. Так, значит, начнем сразу рассматривать с примера. Пример у нас сначала будет совсем простой. Вот есть такой вот файл, называется square.cpp, и в нем одна функция. Кому непонятно, что здесь написано? Понятно всем, очень хорошо. То есть, вот я как говорил, что я ожидаю о том, что вы будете знать на базовом уровне язык C, вот, это нужно. Так вот, ну, в принципе, здесь и так можно догадаться. Это функция, которая, в общем, принимает целое число, его умножает на самого себя и возвращает, то есть, вычисление квадрата. Дальше. Что я хочу показать на примере этого файла? А, да, вот. Если вы смотрели там какие-то проекты на языке C++, они обычно состоят из нескольких файлов. Это может быть файл cpp, точка cpp, может быть файл точка h или файл там точка hpp. В общем, в C++, как и в C, принято разделять файлы на заголовок, который обычно в вашем файле находится, и, собственно, реализацию, то, что находится в точке c, точка cpp. Так вот, когда происходит компиляция, те файлы, которые заголовочные, то есть точка h, они напрямую в компиляции не участвуют. Они, конечно, участвуют. О том, как они участвуют, чуть позже я расскажу, но компилируются именно cpp файлы. Почему здесь еще написано, что и прочее? Потому что, на самом деле, в принципе, ну, назвать расширение, отдать вы можете любое. Это не принципиально. Указывайте просто компилятору имя файла, он его будет компилировать. Так вот, вот один вот такой вот файл cpp называется единицей трансляции. Я специально выделил жирным, потому что это, в общем, важное понятие, и потом в дальнейшем, как бы, оно, мы будем периодически его говорить, то есть, когда вы слышите единицы трансляции, сразу понимаете, что речь идет об одном откомпилированном cpp файле. Так вот, что вообще такое компиляция? Что нужно сделать? Язык c++ это компилируемый язык, то есть, из вот этот вот исходный файл, понятный для человека, он переводится в машинный код, который уже понимает процессор, и процессор его может выполнить. Соответственно, нужно перевести из вот этого представления в другое. Вот. компилятор в принципе этими занимается, то есть, переводит из одного представления в другое представление, то есть, в язык машинных кодов. Вот. Есть хороший сайт, могу порекомендовать, это вот godbolt.org. Чем он хорош? Там вы можете написать какой-то кусочек кода на C++, выбрать компилятор, там, в общем, все, наверное, компиляторы популярные, которые есть, представлены, и он покажет, как конкретно этот компилятор компилирует этот код, ну, язык ассемблера там показано. Но язык ассемблера это, в общем, уже фактически машинный код. Только вот сразу, кто не знает, что это такое, вот я покажу листинг, вот это вот язык ассемблера, то есть, в принципе, тоже команды понятный человек, но при этом они фактически напрямую преобразовываются в команды уже понятные процессору. Команды, понятные процессору, это просто какие-то числа. То есть, вот поток чисел, процессор их, соответственно, обрабатывает, что это делает. Например, там команда push регистра rbp, она вот имеет такой вот код 55. Ладно. Значит, что я хотел показать. Все помнят, вот с какого мы файла начали. Вот такой у нас файл. Значит, одна функция, которая принимает число и его перемножает на самого себя и его возвращает. После того, просто его скомпилировать, потом я покажу, как просто одной командой, а, сейчас, да, давайте сразу вот этот вот может быть непонятно. Некоторые могут подумать, куда вот это вот все вводить. Сразу давайте я покажу, куда это вводить. Ну, кто-то это понимает, кто-то нет, это нормально. Так. Ага. Вот, смотрите, вот это называется консоль. В общем, она как бы это есть и в Linux. Да, сразу. Какую я рекомендую использовать операционную систему? В принципе, на самом деле вы можете пользоваться любой. Windows у вас пользуйтесь, там есть нормальный компилятор. MacOS, пожалуйста, Linux тоже хорошо. Но лично я буду приводить примеры в ходе курса именно на Linux. Linux сейчас, в общем, это такая операционная система, которая используется в основном в среде, где большие машины стоят, сервера различные. Вот там используется Linux. И в общем, то, что пишут на C++, оно, как правило, работает либо это какие-то базы данных, какие-то сервера, которые крутятся на Linux, либо это какие-то 3D, либо редакторы, либо игры. Но это уже на Windows. Но я как бы играми не занимался никогда, и 3D тоже. Я в основном писал всегда код для серверов. Поэтому Linux в основном. И плюс Linux чем хорош? Там в общем уже из коробки есть очень много инструментов удобных для программиста. То есть это система, которая написана программистами и написана для программистов. Там для программиста очень комфортно. вот соответственно вот эта вот консоль. Ну соответственно вот это вот простейшая программа у нас будет. Да, кстати, еще один небольшой лайфхак. Вы учите такой вот редактор. Я не говорю, что прямо на нем научиться хорошо писать, именно им пользоваться там каждый день, но просто на базовом уровне будет не лишним. Это называется Vim редактор. И в общем часто бывает, что нужно зайти на какой-нибудь сервер, там что-то сделать через SSH. То есть там уже нельзя пользоваться каким-то редактором сложным, к которому вы привыкли там с графическим интерфейсом. А вот Vim он есть везде. То есть на любом сервере он везде есть. Плюс еще бывает, что ну кому не сядешь за компьютер, там тоже в принципе Vim наверное скорее всего есть. Поэтому потратьте там один день, чтобы базово его освоить. это вам в общем большое будет дело. Так вот, здесь я создал этот файл. Вот он. Откомпилировать и получить из него программу можно одной командой. G++ это как раз компилятор. Внутри себя он вызовет очень много различных других команд. о них мы сегодня поговорим. Но в общем вот таким вот простым действием мы получили исполняемый файл он называется aout. Это если не задавать специально там можно конечно написать my там прок получить соответственно с именем там my прок исполняемый файл. То есть его уже можно вызвать он нормально выполнится. Вот. То есть компиляция прошла и те кто пользуется IDE они в принципе могут не знать вообще что происходит вот за вот этим вот фасадом. Там нажали кнопку run у вас программа запустилась. Кто-то может быть пользовался консолью писал вот так вот G++ там имя файла получал исполняемый файл его запускал. Вот. Но я хочу именно сейчас опуститься и разобрать этот механизм. Так вот. Сейчас пропускаем стадию припроцессинга пропускаем стадию компоновки. Просто компилируем его. Вот этот ключ минус C он вот этот файл преобразует в объектный файл. Объектный файл содержит уже в себе инструкции для процессора. То есть там уже находится машинный код. И в принципе он уже понятен для процессора. Давайте посмотрим, что внутри этого файла. То есть вот я написал G++ минус C получил вот такой вот файл. Точка O объектный файл. Что находится внутри него? Для того, чтобы посмотреть, что находится внутри объектного файла, есть утилита obj.dump на Linux. На Mac она тоже называется obj.dump. И кстати, G++ точно так же есть и на Mac ставите X-код вместе с X-кодом все вот этот вот toolchain он устанавливается. На Linux его тоже ставите G++ там вот этот toolchain тоже становится доступным. На Windows тоже есть какие-то я не знаю какие-то есть. Так вот, что нам вот эта вот команда минус D нам говорит, что нужно дезассимулировать этот файл. То есть из инструкции процессора вот там допустим число 55 получить ассемблер. есть ну чтобы могли нам проще понять что здесь происходит смотря на такие команды. да что происходит если запустить компилятор без ключа минус c он сразу выполнит и обработку при процессором и компиляцию и компоновку и выдаст уже исполняемый файл вот вот я сейчас хочу рассмотреть по отдельности каждый из этапов и что на нем происходит так вот значит сразу что он нам показывает имя объектного файла его формат формат вот L64 вот на Linux это такой вот формат объектного файла на Windows свой формат объектного файла на Mac тоже сделали свой формат там Mac O дальше какая-то секция которая называется точка текст и что в ней находится в ней находится как раз наша функция то есть вот если здесь отбросить лишнее то вот в принципе здесь мы в регистре кладем значение которое передано функцию ему это умножение и потом мы его возвращаем вот на ассемблер останавливаться не будем это в общем кому интересен ассемблер тот сам пусть им занимается дальше что я хотел на что здесь обратить внимание во-первых вот здесь такая вот штука секция точка текст в объект все объектные файлы состоят из секций это в общем тоже важно потом мы на следующем занятии как раз мы будем говорить про это так вот секции они в общем ну их как бы много может быть типов основные это вот код то есть вот это вот точка текст статические данные вот когда вы там на языке c или c++ какие-то статические данные объявляете они могут там попасть таблицы строк то же самое const char звездочка вот это все туда попадает ну и плюс еще таблица символов что такое символы символы это в общем такие кортежи кортеж это ну несколько значений из имени адреса и свойств соответственно имя это произвольная какая-то строка она служит идентификатором адрес это адрес в этом объектном файле еще могут быть какие-то свойства дополнительно их в общем много мы не будем их все рассматривать просто основные это ну сейчас потом попозже дойдем до них вот что еще я здесь хотел на что обратить внимание функция у нас называлась square здесь вот показано ее имя это адрес в объектном файле где она находится и ее имя обратите внимание во что она превратилась превратилась она в общем вот в такую вот вещь процесс этот называется декорированием для чего он нужен в c++ есть перегрузка функций это значит что вы можете функцию у которой одно и то же имя и иметь для нее несколько реализаций в зависимости от того какие аргументы будут переданы вот например для int будет одна реализация для const char другая реализация соответственно для того чтобы вот эти вот функции не путать нужно как-то сделать их имена уникальными поэтому к ним добавляются какие-то там суффиксы и префиксы там в зависимости от типа вот этот вот называется декорированием есть также в linux инструмент для обратного преобразования то есть вы можете указать такое вот декорированное имя и получить имя функции с типом которое было до вот что важно в языке си декорирования нет оно там не нужно там нет классов про то что такие функции классы как они устроены я расскажу на других занятиях вы поймете что там никакой магии нет это обычные в общем тоже функции вот в си этого нет ничего ни перегрузки функции ни классов поэтому там и декорирование не нужно но возможно в си плюс плюс вы захотите использовать код написанный на си или наоборот плюсовую программу использовать из си кода для этого используется специальная конструкция с экстремси и все что внутри нее декорированию не подлежит ну соответственно там уже нельзя классы использовать нельзя там перегрузку функции использовать пока что нормально все хорошо дальше значит вспоминаем какой файл у нас был вот такой вот square cpp сейчас мы добавим еще один файл назовем его main cpp в нем будет происходить вызов этой функции ну и аргументом мы туда двоечку передадим вот этот вот int main кто забыл это в общем точка входа в программе на языке c или c++ то есть именно с нее начинается выполнение программы на самом деле кое-что делается до нее кое-что после нее но это потом ваш код начинает в общем ну как бы выполняться вот с этой функции для чего вообще в этой функции main return для того чтобы вернуть какое-то значение числовое это числовое значение обычно используется вызывающей программой то есть есть соглашение что если вернулся ноль значит все хорошо если вернулось число отличное от нуля то это код какой-то ошибки ну в нашем случае это не важно мы просто возвращаем значение которое нам вернула эта функция так вот давайте ее также откомпилируем и получим и посмотрим во что она превратилась здесь в общем тоже какая-то это отбрасываем такую неинтересующую нас информацию смотрим вот кол это как раз вызов функции вот этой вот square ключик минус r показывает вот такую информацию это называется информация о релокациях почему о релокациях смотрите здесь написано что нужно вызвать функцию но адреса этой функции здесь нет то есть мы просто откомпилировали там просто нули стоят после того как мы получим вот эти вот объектные файлы мы отдадим их компоновщику и задача компоновщика будет проставить вместо вот таких вот заглушек уже реальные адреса то есть он должен создать один файл положить в него все используемые функции и везде где они вызываются проставить правильный адрес чтобы потом когда программа стартовала там происходил вызов нужных функций вот соответственно мы здесь видим что вот такое вот вызывается дальше про символы что я хочу здесь сказать про символы я уже говорил что это картежи из имени адреса и свойств нам и свойств интересное в общем первое это тип связывания тип связывания говорит о том доступен этот символ только лишь в этом файле локальный символ то есть компоновщик не сможет в другом файле использовать символ из этого если он локальный если он глобальный он сможет его использовать в другом файле и внешний символ это значит что его вообще в этом файле нету он в другом то есть возвращаясь вот к нашим вот этим вот файлам здесь вот эта вот функция она находится в другом файле square.o откомпилированная вот в этом откомпилированном файле main.o никакой информации об этой ну как бы есть знание что нужно ее вызвать но самой этой функции там нет то есть вот эта вот эта вот функция является в файле square.o является глобальной а здесь она является внешней то есть здесь ее нет компоновщик как раз задача компоновщика будет в том чтобы такие конфликты все разрешить дальше таблицу символов можно посмотреть для этого можно опять же воспользоваться утилитой opg dump с ключом минус t и она покажет все символы которые у нас есть в файле здесь в общем что нас интересует это вот во первых первый значок вот здесь вот g это глобальная значит f это значит функция и вот это мы сейчас смотрим информацию о square о то есть в нем мы увидели что в нем действительно находится такой символ вот функция которая которая требуется для вызова почему я это все рассказываю очень много как бы если как только доходит до какого-то большого проекта на c или на c++ то там начинаются порой проблемы с тем что проект не получается построить потому что компоновщик выдает какие-то ошибки обычно новички очень этих ошибок пугаются да в общем чего там греха таить в общем на самом деле разработчики которые работают проводят эти процессы тоже частенько очень даже не догадываются что там внутри происходит поэтому починить такие ошибки могут не каждый я хочу чтобы вы как бы понимали о том что происходит внутри и могли с этим справиться соответственно сейчас позже дойдем до ошибок я там немножко чуть-чуть прям расскажу о них здесь я сейчас хочу показать что пользуясь инструментами мы можем проанализировать файл понять какие в нем функции скомпилировались они там какую они имеют какой имеют тип связывания то есть у нас например может компоновщик ругаться что он не видит функцию потому что она имеет там локальный тип связывания локальный нужно переделать на глобальный дальше кроме вот это вот обжи дамп утилиты есть еще утилита read elf elf это вот этот вот формат из бинарных файлов на линуксе она как бы у нее вывод он несколько понятней мне кажется то есть здесь также вот это вот есть наша функция вот здесь прямо написано что это функция что у нее связывание глобальное ее имя дальше посмотрим что внутри main.o внутри main.o находится что у нас находится у нас функция main и здесь написано что есть есть информация о символе square но он undefined его как бы самого здесь нет вот ну и соответственно тоже я привел вывод того что делает readelf он тоже вот нам показывает что вот есть какая-то вот square ну вот она undefined пока нормально все хорошо а это visibility это видимость это в общем как бы я сейчас не буду в это вдаваться там есть уже в C++ специальные у функций добавляются вещи как например там inline вот они в общем все влияют на видимость то есть говорит о том компоновщику как это использовать то есть inline функция она может в нескольких единицах трансляции быть обычно с этим возникают проблемы когда один и тот же символ встречается в нескольких единицах трансляции потому что компоновщик должен выбрать один символ а какой он не знает вот но конкретно вот этот вот параметр он компоновщику может сказать что выбери любой самый там первый например какой попадется вот это детали сейчас это пока нам только голову забьет дальше на что я хотел обратить внимание вы заметили что я в этом main cpp написал такую вот декларацию то есть самой функции нету нету его тела есть только заголовок для чего это было нужно если бы я это не написал компилятор когда бы стал компилировать у него должна быть какая-то информация чтобы он мог сгенерировать какой-то код он бы дошел до этого места и стал бы ругаться потому что он не знает что это такое это какая-то функция какой тип ее аргументов или это тип что это такое он не знает поэтому он выдал бы ошибку здесь у него есть информация необходимая для того чтобы сгенерировать код то есть он знает что это функция аргументы она принимает такие тип возвращаемого значения такой поэтому она может сгенерировать код сделать там вот эту вот вставку пустую и в общем все хорошо вот но конечно делать такие вот декларации неудобно ну и в общем обычно есть заголовочный файл в котором есть все эти декларации и они только подключаются потом уже в те файлы где используются эти функции или типы но в данном случае вот у нас мы как сделали файл square.h где сделали вот эту декларацию то есть мы объявили что у нас есть вот такая вот функция ее реализация будет где-то потом вот соответственно сейчас мы подошли к тому чтобы рассмотреть как работает при процессор что он делает мы убрали декларацию и написали include square.h в принципе сейчас одна строчка на одну строчку но понятное дело что в реальной жизни будет этот заголовочный файл в котором будет там десяток например функции уже в общем так не сделаешь поэтому вариант именно включать этот файл в принципе вот то что начинается с решетки этой директивы при процессору то есть перед тем как произойдет компиляция вызывается при процессор который делает какую-то работу например он как обрабатывает директивы include он просто берет целиком вот этот вот файл и его сюда подставляет то есть в результате у нас получается какой-то временный файл который содержит вот все 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 то есть он просто берет и вставляет один файл в другой для того чтобы посмотреть что делает при процессор есть ключик минус е то есть мы можем написать g плюс плюс минус е main cpp и увидеть что при процессор сделает с нашим файлом но здесь он какую-то там информацию вставил нам это особо и пока не интересно вот обратите внимание вот здесь вот у нас было написано include square .h соответственно он просто взял целиком этот файл сюда и вставил вот что делает при процессор если в файле который он включает есть тоже какие-то директивы он их рекурсивно обрабатывает какая здесь может возникнуть проблема да если мы будем включать один один файл а включает файл b а файл b включает . а то у нас получается при процессор будет ходить по кругу пока в какой-то момент если он написан плохо у него память не закончится и все упадет либо он выдаст какую-то ошибку то есть да может быть зацикленность какая-то дальше что еще есть из директив основных ну вот в принципе include есть два варианта один с такими кавычками другой с такими отличаются они только тем где искать файл с такими кавычками ищет файл в той же директории где находится файл который обрабатывается при процессором пути здесь могут быть относительные то есть можно там . с две точки слэш там еще чего там какие-то относительные пути использовать а вот это вот использует в глобальных путях и плюс еще можно указывать с помощью ключа и минус и писать г плюс плюс минусы и указывать директории в которых искать файл он будет это делать далее есть такая директива define все что она делает это вместо x подставляет y ну вместо x и y могут быть разные вещи define это очень опасно почему потому что можно полностью код изменить до неузнаваемости и в общем отловить это может быть довольно сложно конечно человек опытный он если видит что что-то идет не так он берет смотрит что сделал при процессор и там становится понятно что что-то не так но в общем человек который про при процессор не знает он будет долго думать почему у него вдруг все условия не выполняются тогда когда должны выполняться и наоборот вот то есть при процессор это довольно тупой механизм он может просто взять и поменять весь текст и в общем программа полностью изменится можно даже хитрее сделать иногда условия будут выполняться иногда нет далее когда еще используется при процессор для условной компиляции например у нас может быть режим отладки то есть мы когда разрабатываем программу мы можем в режиме отладки выводить какую-то дополнительную информацию который нам помогает нашу программу отладить а уже в релизном варианте в том варианте который уходит куда-то там заказчику уже этой всей информации не будет это вот для этого можно например использовать собственно при процессор можно с помощью ключа минус д какой-то символ при для при процессора ввести например дебаг можно его также в коде написать define дебаг сделает то же самое сделает он что он объявит какой-то символ в таблице при процессора символов этот символ появится соответственно при процессор сможет проверить он установлен или нет и вот если и в дебаг то в исходный в результате файл который вот получается в результате обработки при процессора будет добавлено то что находится здесь если этого символа нет будет добавлено то что находится здесь то есть тоже можно в общем менять программу в зависимости от того установлен символ или нет вопросы есть по при процессору дальше возвращаемся к тому что мы делали сейчас мы уже от компилировали и main cpp и square cpp получили два объектных файла main и square пришло время их скомпоновать вместе получить программу делается это опять же с помощью вот на самом деле вот этот вот г плюс плюс он не делает всего этого это просто программа которая в зависимости от какие были переданы аргументы она вызывает ту или иную утилиту сейчас чуть побольше это покажу так вот мы указываем что вот нужно сделать вот такую вот программу и для того чтобы ее сделать использую вот эти вот два объектных файла в результате компоновщик возьмет найдет функцию main посмотрит что ей нужно square cpp поищет ее в main не найдет поищет square найдет вставит ее пропишет правильные адреса и мы получим программу которую уже можно запустить ну собственно вот можно ее запустить и посмотреть какой код она вернула в униксах это вот эхо доллар в знак вопроса он возвращает код который вернула последняя запущенная программа то есть возвращает 4 все в общем работает как и ожидалось соответственно соответственно что компоновщик делает собирают из одного или более объектных файлов исполняемый файл то есть он выбирает те функции которые используются их компонует вместе проставляет адреса и в общем после этого этот файл уже можно запустить причем немножко тоже сейчас углублюсь вот этот вот файл исполняемый который получился там естественно адреса все относительные относительно начала этого файла почему ну потому что вот памяти у вас представляете из какое то есть количество в компьютере вы запустили программу один раз потом ее выгрузили запустили там браузер запустили снова свою программу естественно она может оказаться в другом диапазоне памяти у нее все адреса будут совсем другие поэтому загрузчик он который запускает программу загрузчик операционной системы он в том числе и занимается вот этой вот работой по тому чтобы там правильный адрес поставить дальше давайте посмотрим что в общем вот я вот самом начале программу скомпилировал одной командой G++ вот давайте посмотрим что происходит для того чтобы посмотреть что она делает есть ключ минус в эвербосс он показывает вывод подробный что происходит здесь на самом деле вывод будет очень большой там много всякой информации я все ненужное отрезал оставил только то что нам интересно смотрите первое что он делает вот вызывает CC1 Plus это это компилятор здесь в общем там он сам вызовет при процессор здесь вызова нет и он смотрите какой файл создаст он обработает main cpp и создаст вот такой вот файл временный во временной директории с временным названием потом после компиляции все эти временные файлы будут удалены точка с что это за файл я немного не к неправильно сказал вам что в результате работы компилятора получится файл с машинным кодом нет получится сначала именно ассемблер вот это вот ассемблер если его открыть там в общем это текстовый файл там ассемблерные инструкции будут после того после этого запускается собственно уже программа ассемблер вот ас и она уже из этого ассемблерного кода делает создает машины вот эти вот инструкции она собственно создает уже объектный файл вот берет этот файл создает такой вот объектный файл то же самое происходит и с файлом square cpp тоже создается временный файл с ассемблером он ассемблируется то есть мы получаем уже объектный файл после этого вызывается такая вот утилита которая называется коллег 2 собственно коллег 2 это уже есть компоновщик он берет объектные файлы и объединяет их то есть вот он взял два объектных файла так вырезал я здесь имя ну имя понятно вот майпрок там мы писали и еще смотрите он сюда еще в линковал там кучу всяких библиотек причем я еще кучу всего отрезал что это вообще такое это вот например std c++ это рантайм языка c++ то есть в языке c++ есть какие-то вещи которые от нас происходят за кадром что-то происходит чего мы не знаем но об этом мы будем потом говорить но в общем для того чтобы это все работало нужно тоже какой-то код влинковать вот собственно вот в результате работы вот это вот компоновщика мы уже получаем файл который можно запустить то есть что я хотел сказать вот такой вот простой программе из двух функций на самом деле довольно много всего получится в линкова на если вы скомпилируете посмотрите размер он будет довольно большой дальше что еще происходит во время компиляции вот всей этой сборке у нас не простой компилятор оптимизирующий то есть он выполняет какие-то оптимизации например вот у нас есть такая программа мы ее компилируем скомпилировали c c не е, c здесь просто скомпилировали и посмотрели обжи дампом что там происходит ну в принципе ожидаемо там еще есть функция square которая по нулевому адресу по адресу вот 10 16 личной системе main находится ну в общем все то что мы и видели вызывается эта функция как бы все от транслировалось ровно в том виде в котором мы написали прям ну в общем дословная фактически трансляция но можно указать ключ минус O2 это говорит компилятору что нужно выполнить оптимизацию оптимизация всего можно там есть O0 это никаких оптимизаций то есть по умолчанию именно она используется O1 это небольшие какие-то оптимизации O2 это более агрессивная но как правило используют O0 когда не нужно совсем оптимизировать и O2 когда нужна оптимизация есть еще ключ O3 но он не всегда используется потому что там в каких-то случаях он дает какие-то побочные эффекты так вот да в результате оптимизации у вас программа ваша может поменяться до неузнаваемости то есть вот давайте посмотрим что произойдет смотрим obj dump и вместо того кода который у нас был остается одна инструкция просто в регистр кладется число 4 получается на этапе компиляции да да то есть компилятор он может даже какие-то простые конструкции просто на этапе компиляции уже заоптимизировать вот просто уже одно число подставить и все а он видит что аргументы не меняются вычисляет кладет результат все одна инструкция поэтому скорость выполнения оптимизированной не оптимизированной программы отличается там ну в десятки раз может отличаться причем это не только он делает очень много всего он может поменять он может развернуть циклы что такое разум цикл потом расскажу он может там ну в общем много всяких оптимизации может сделать про оптимизации мы тоже будем говорить по ходу потом на других лекциях про что еще хочу рассказать про статические библиотеки вообще в крупных проектах ну вот мы уже в принципе видели там вот когда я показывал вывод с ключом минус в где там были минус l и вот какие-то там названия это он компоновщик влинковывал какие-то библиотеки то есть мы можем взять проект большой разбить его на разные на отдельные части друг от друга не зависящие ну как бы самостоятельные какой-то конечно проект главный будет от них зависеть от всех этих библиотек но сами по себе отдельно библиотеки можно разрабатывать например там для одна библиотека для работы с графикой другая там для работы с сетью там и так далее соответственно их могут разрабатывать разные команды друг от друга никак не зависящие можно даже какая-то компания разрабатывает библиотеку продает ее вот в принципе бывает два типа библиотек это статические динамические отличаются они чем статические библиотеки используются на этапе компиляции ну вот сборки то есть они на этапе сборки требуется для того чтобы вот эти вот функции которые находятся в библиотеках строить по приложения. Потом они уже не требуются. Динамические библиотеки, они как раз во время выполнения программы требуются. То есть когда запускается программа, она подгружает динамические библиотеки, ну и как бы там какой-то код выполняется. Про динамические библиотеки мы сейчас говорить не будем, тема обширная. Ну и в общем, лично мое мнение, лично мое мнение, что они не нужны. Вот. Хотя они широко используются сейчас, но по факту от них куча проблем. Если там, допустим, 50 серверов, на которые раскатывается одно приложение, то там вероятность уже стремиться к единице, что будут какие-то проблемы из-за динамических библиотек. Ладно. В общем, как сделать статическую библиотеку и что это такое? По сути, это просто архив объектных файлов с какой-то дополнительной информацией. Есть утилита AR, которая может из объектных файлов, можно несколько объектных файлов ей передать, один или несколько, она сделает библиотечку. RC — это ключ, который говорит, что нужно создать библиотеку. Вот. Мы говорим, что сделай библиотеку с именем libsquare.a из вот этого объектного файла. Получаем, соответственно, эту библиотечку. В Unix вообще принято в статической библиотеке добавлять префикс lib и расширение .a. Вот. Далее мы можем, допустим, вот мы разработали вот эту вот библиотеку libsquare, можем ее продать. Для того, чтобы другие люди могли ею пользоваться, они что должны иметь? Они должны иметь откомпилированный вот этот вот код плюс заголовочные файлы. Заголовочные файлы будут нужны для того, чтобы компилятор мог все скомпилировать. Потом вот эта вот библиотека будет нужна для того, чтобы компоновщик смог в местах вызова библиотечных функций вставить код. Соответственно, компилируем таким образом. Вот и у нас есть main.o, о, мы уже там это можем cpp написать. Уже мы знаем, как это работает. Минус l и точка. Что это значит? Это говорит о том, где искать библиотеки. Точка — это текущая директория. То есть я бы мог положить в директорию lib, написал бы вместо точки lib. Он бы искал в директории lib относительно того пути, где сейчас это запущено. А минус l маленькая square — это, собственно, имя библиотеки. То есть отбрасывается префикс, отбрасывается расширение, только одно название. Это потом он сам все добавит. В результате мы, соответственно, получаем готовый файл. Вопросы? Так, осталось немного, еще чуть-чуть потерпите. Так. Дальше. Ошибки. Какие могут быть в процессе сборки ошибки? Простые ошибки, ошибки компиляции. Ну как относительно простые? Простые они почему? Потому что, как правило, в VDE, кто пишет там программу, вот он нажал там «Откомпилировать», у него там красный значок, список ошибки, он мышкой туда ткнул, попал в место в программе, где эта ошибка. Ну и, соответственно, как правило, уже понятно, что нужно исправить. То есть, что в таких случаях делать? Да просто взять, исправить эту ошибку, обычно там опечатка какая-то или еще что-то, исправили, все, компилируем дальше. Второе, второй тип ошибок, это ошибки компоновки. То есть, когда уже компиляция прошла успешно, но у нас не удалось компоновщику собрать исполняемый файл. Они тут, в общем, там есть, конечно, такие экзотические ошибки, которые, в общем, напороться на них вероятность мала. Вот. Но есть распространенные ошибки, на которые, в общем, попадают часто многие. Это, например, у нас не удалось найти символ. То есть, вот помните нашу программу, которую мы пытались собрать. У нас два объектных файлов. В одном есть функция main, в другом square. Вот мы компилируем, мы, вернее, это компонуем уже программу. Указали объектный файл main, но не указали объектный файл square. Соответственно, компоновщик стал искать, нашел функцию main, увидел, что там есть функция square. Такой функции не нашел. выдал нам ошибку. Что делать понятно? Указать файл, если мы его забыли указать. Указываем файл, ошибка ушла. Вот. Но могут быть проблемы, что мы, например, написали объявление функции, но забыли написать ее тело. Посмотрели в таблице символов, о, у нас нет такого символа. Значит, нет реализации. Нужно ее добавить. Ну и последнее, что бывает, это когда файлы созданы разными версиями компиляторов, там формат объектных файлов разный, и из-за этого происходят какие-то ошибки. То есть скомпилировать одной версии компилятора. Вторая проблема, частая, это символ встретился несколько раз, и компоновщик не знает, какую версию выбрать. Ну то есть он не может сам по своему решению взять одну из версий, потому что это может для вас привести к каким-то вообще неожиданным эффектам. Поэтому он просто ругается, говорит, я нашел две версии одной функции, я не знаю, какую выбрать. Когда это может быть? Например, представьте, что у нас большой проект, и мы еще используем какой-то файл, там, maf.cpp, и там тоже кто-то сделал функцию с таким же именем. Может такое быть в большом проекте? Да, это часто бывает. Соответственно, компоновщик, когда будет все это компоновать, он увидит, вот в этом списке объятных файлов, он найдет две версии. Одну из файла maf.cpp, другую из файла square.cpp. Какую выбрать, он не знает. Что с этим делать? Соответственно, выдать вот такую вот ошибку, что вот, многократное определение, square.int. не знаю, что делать. Первый раз было вот здесь вот встречено. Надо убирать неоднозначность. То есть, либо давать другое имя, либо одну из функций помещать в пространство имен, про пространство имен потом. Ну, в общем, каким-то образом делать так, чтобы компоновщика не было таких проблем. И последнее, про что я хотел сегодня рассказать, это про утилиту make. То есть, вы, в принципе, сейчас видели, как руками построить простое приложение. Ну, в принципе, еще нормально можно сделать. Когда проект большой, большой проект, я понимаю, там несколько тысяч файлов. Ну, даже если у вас и десяток файлов, вы уже руками это не будете делать. Вот. Поэтому используйте какие-то средства автоматизации сборки. исторически, вот, например, это утилита make. Сейчас, конечно, ею пользуются уже меньше, сейчас есть более удобные инструменты для этого, например, cmake. Но я хотел просто небольшое введение дать, но она до сих пор используется широко. Кто для линукса там компилировал какие-то там, не знаю, программы, он наверняка знает, что там есть, как правило, make файл, скачиваете там какой-то исходный код, там есть make файл, пишите make, у вас собирается какое-то приложение. Вот. Синтаксис там очень простой. Это название цели, двоеточие, список зависимостей. Это могут быть, ну, как бы мы не будем сейчас вдаваться во все тонкости, ну, допустим, это просто какие-то файлы. И потом, вот это вот важно, пробелы нельзя использовать, надо использовать tab. Команда, которую нужно выполнить для построения этой цели. Ну, проще всего, как бы, на каком-то примере это посмотреть. Как правило, это файл, называется make файл, можно давать другое имя. Просто, когда вы напишите make, он без аргументов, он поищет make файл. Если он не находит, то он пишет ошибку. Но можно указать минус f, имя файла, и в принципе оно любое может быть. Если вы вызываете, пишите просто make, без параметров, цель какая выполняется? Выполняется цель вот такая вот, которая называется all. Если вы хотите вызвать другую какую-то цель, то надо написать make и название цели, например, clean. Он выполнит вот эту вот цель. Давайте посмотрим make файл, который будет собирать наше приложение. Сначала простой вариант и он же плохой вариант. Значит, смотрите, цель у нас all, то, что мы когда просто напишем make, будет вызываться. Он зависит от цели myprog. myprog. После того, как make увидит, что myprog, он пойдет искать эту цель и увидит здесь, от чего зависит эта цель. Зависит она вот от таких файлов. maincpp, squarecpp, square.h и увидит, какую команду нужно выполнить. Вот это вот мы переменную ввели, cc, это просто имя компилятора, g++. Соответственно, мы просто берем и вот как мы сегодня уже неоднократно это делали, строим нашу программу myprog из вот этих вот двух cpp файлов. Цель clean, она что делает? Она просто результат нашей работы удаляет. То есть, чтобы мы потом скомпилировали, нам уже объектные файлы не нужны, мы их удаляем. Чем плох этот вариант? Кто может мне сказать? Вот так вот. Совершенно верно. То есть, пока у нас там три файла, это нормально. Там поменяли. То есть, здесь смотрите, какая логика у этой утилиты. Она смотрит на время изменения файла и, соответственно, если оно больше, чем результат выполнения цели, то, соответственно, вызывает эту цель заново. То есть, поменяв один файл, мы в результате пересоберем весь проект. И хороший вариант, более правильный, это сделать несколько целей. Мы делаем main.o, square.o. То есть, отдельно сделаем объектный файл из main.cpp, отдельно из square.cpp. и эта цель у нас зависит от этой и от этой. Здесь что у нас получается? Что если мы поменяли main.cpp, будет выполняться только две вот эти вот инструкции вместо трех. если поменяли square, только вот это и это вместо опять же штрех. Но, опять же, здесь у нас есть зависимость от .h. Нам эта зависимость нужна, потому что этот .h, он в принципе здесь используется и здесь. И поменяв его, ну как бы нужно перекомпилировать. Отсюда вывод какой? Что заголовочные файлы, изменения заголовочных файлов в реальных проектах, они часто вызывают за собой пересборку кучи-кучи-кучи всего. Поэтому как бы стараются всегда делать меньше зависимости. Да, кстати, про то, что компиляция, ну сборка вообще проекта C++ это долго или нет. В общем, я вам скажу так, что средних размеров C++ проект собирается где-то в районе часа. есть большие проекты, которые могут там полдня собираться. Это нормально. Но тут надо понимать, что на самом деле все не так страшно, потому что, во-первых, это только первая сборка. То есть мы, да, мы понаделали вот этих объектных файлов, потом мы продолжаем разработку, мы же не меняем все файлы, мы поменяли один файл, у нас соответственно перекомпилировался только один файл. Ну, компоновщик, он каждый раз будет запускаться, но компоновщик, он работает гораздо быстрее, чем компилятор. Он просто проще выполняет действия, поэтому и работает гораздо быстрее. Вот, плюс, помимо того, что вы, как правило, не меняете весь проект, меняете только его какую-то небольшую часть, то у вас время компиляции не такое уж и большое получается, может, минута. Плюс есть средства для ускорения сборки, но про это не будем рассказывать, потому что это тоже обширная тема. На этом на сегодня по теоретической части мы заканчиваем. Если у кого-то есть вопросы, задавайте их сейчас. Да? Ну, так, помелче. Вот вклину не хватает перевода, без этого он РМ расценивает как цель. Да, ты прав. Надо перенос на новую страху. Так, значит, смотрите, что я предлагаю сейчас сделать. Сейчас мы заканчиваем лекцию, переходим уже к такой практической части. Конкретно на этой практической части я что предлагаю вам сделать. То, о чем я говорил сейчас, сделать самостоятельно руками. То есть, во-первых, у кого нету компилятора, сейчас его нужно установить. Потом, рекомендую также установить Linux. То есть, кто не знает, есть виртуальные машины, например, VirtualBox или VMware, он бесплатный. VirtualBox бесплатный, VMware бесплатный. Linux тоже бесплатный. Устанавливаете виртуальную машину, берете образ Linux, устанавливаете на виртуальную машину, получаете у себя Linux на своей машине, на Windows или на Mac. Можете использовать, если хотите, те инструменты, которые вам нравятся. Тут у меня нет никаких противоречий, я ничего не навязываю, выбирайте сами. Далее, попробуйте это все сделать руками, потому что, во-первых, вы сейчас закрепите это все, потрогайте руками, если у кого-то что-то не будет получаться, я буду вам помогать, то есть оставшиеся полтора часа мы потратим на это. То есть кому все понятно, никого не держу, кто хочет потренироваться, потрогать это руками, пощупать, пожалуйста, я здесь буду помогать. Все.